всем доброго доброго вечера дорогие мои ну вот сегодняшний вечерний гыргыр я посвящаю на тему опять же как раз напомнили еще раз комментариях про это мой подписчик мой читатель мой зритель поделился таким этим что тоже купили квартиру с целью получения гражданства но у вас только сейчас начала поздравляю конечно вас и желаю чтобы как я уже на ваш комментарий ответил главное чтобы дожить спокойно и мне многие насчет этого вопрос задают жалеете ли вы о том сколько вы прожили что получит гражданство я уже рассказывал что со временем моего приезда на пмж в июне 2014 года и сентябре двадцать первого года я получил гражданство по всем этим мне ушло на на все на про все с жизнью со всеми делами семь лет три месяца ожидания вот это вот гражданство это легко сказать может быть семь лет ничего но семь лет еще я считаю нормальным сроком потому что через пять лет вам сразу никто не даст гражданство на тарелочку с голубой каемочкой не пронесут вам после этого начнется ваши если вы полностью пять лет прожили из которых вообще-то по закону должно быть чистыми чтобы прожили четыре года шесть месяцев вот течение пяти лет вы имеете право за пять лет короче шесть месяцев всего отличаться из турции но получается пять лет да будем говорить пять лет возьмем вот после этого сбор справок документов апостолов главный документ это свидетельство рождений конечно которые надо будет и переводить и нотариально заверить потом вашем же консульстве опять же его апостелировать потом же еще раз апостелировать его местным кай макарлык потом справка о доходах поручители полицейские проверки отпечатки пальцев ожидания комиссии потом на собеседование в общем короче на все это уходит если это идеально взять еще год почти еще год уходит ну вот год и три месяца у меня ушло до вынесения вердикта санкары вот многие ждут даже порой и до трех лет есть который счастливчик которым удалось за 6 за 7 месяцев прошло вот фейсбук и даже пишет что некоторым даже приходится нанимать адвокатов чтобы это сами начали не двигаться с места вот это вот продвижением приходит очень много это первая категория 2 3 это 4 12 записи меняются вы проверяете уже вам дается после прохождения собеседования дается вам ваш номер личный вашего дела которого открываете и сами интернет уже проверяете после того как решение уже пришло идете на фуз вот отдает берете оттуда где вы сдавали документы оттуда берете решение потом это решение то там же другой нуфус городской нуфус где вам на основании этого нуфуса вот это решение карар называется по нему вы уже получаете турецкий кемлик но отдаете фотографии свою отпечатки пальцев и вы получаете через неделю это самое потом вы можете также идти там же подать это самое опять же фотографию и получить уже также через неделю через две заграничный паспорт это конечно уже все когда это легко вот потом вы меняете уже и водительское удостоверение там все такое вот ну что я хочу сказать ребята вот мне бы если бы сказали какие его трудности будут ждут меня впереди двух тысяч четырнадцатом году когда я тоже все равно был оптимистичнее вообще человек оптимист что сколько придется терпеть сколько это самое моих условиях бывают условия разные вы знаете каком я доме жил какой контингент меня окружал вот через что мне пришлось пройти вот я думаю не каждый бы выдержал но есть разные ситуации когда может вы попадете такого вместе за хорошими соседями хорошим окружением короче еще есть у вас есть поддержка со стороны своих родных близких тогда конечно вам и материальные я имею ввиду и по психологически что сама немаловажно тогда конечно намного легче это перенесется эти годы но я хочу сказать что ожидание вот это время не просто ожидание это проверка вас даже можно сказать на прочность на терпимость вот многое вам придется терпеть а это то что вы не имеете права работать это первое такое это для человека это самое страшное самое страшное это вы не имеете права работать а чтобы не сойти с ума а любой человек без работы ничего не может уже деградирует надо найти себе какое-то занятие какой-то хобби у меня и было много собирательство всяких марок каких-то сувенирчиков а вот ходил на блошинный рынок вот предметы старинные такие чтобы не по моему карману чтобы это было какие-то покупал собирал вот какие-то там постелы и делал какие-то там готовки youtube меня спас немного они и спас и мне принесся первый канал мне можно сказать аж горе это из-за своей глупости потому что я просто хотел всему миру идиот бывает только всему миру что-то такая доказывать что можно дешево купить можно все за зачем это ну зачем это надо было народ и так знал ну вот что к чему просто у нас знаете все все знают но молчат то же самое даже как и кинули даже мало кто находит даже смелость чтобы сказать о том что и кинули мы живем сейчас такое время когда мы даже боимся сказать что нас ограбили с нами поступили как то это такое время понимать потому что нонсенс но те которые на же ограбили с нами поступили не так это сам те же нас могут и задавить и опять же нонсенс у таких будут поддержки больше чем у вас я уже один раз говорил что у порядочных людей профсоюза нет понимаете порядочные люди не могут скоперироваться а вот такие у них свои свой клан понимаете поэтому они и побеждает везде мы вот иногда обижаемся что вот на жизнь жай вот это миллионер миллиардер это миллиардер это али это миллиардер между собой дружны они друг друга поднимают друг друга это кто-то у кого-то акции купил это тому акции продали это они живут как короли а мы простые люди как мыши на мыши отца мы друг другом грыземся понимаете они на нас сверху смотрят и смеются закусывая амарами запивая коньяком понимаете поэтому я еще раз хочу сказать что все зависит от того каком в обществе находится во первых дышать тряпочку как мне говорил в 2014 году я вам про него рассказывали или сей такой русский мужик был он не сказал у него он же тогда получил гражданство ехал он долго жил тогда турции вот он не я когда с ним разговаривал я у него спросил как вы получали гражданство он сказал что я не буду рассказывать потому что это без мата не получится видимо у человека тоже были какие-то свои эти вот и он сказал хочешь спокойно жить здесь не делись телефонами поменьше общаться с нашими телефон нашим людям не давай игра почему потому что год он запишет твой номер телефон у него будет где-то что-то натворит говорит будут чистить его телефон и ты среди его это а где-то откуда ты знаешь что он тебе год подельник себе не запишет и начнутся у тебя уже год проблемы он год сюда большинство сказал люди едут темными прошлыми которые знать ты не будешь будет про себя говорит хорошо а ты не будешь на то они такие вот и говорит они как как кот мешки здесь год заводить дружбу с нашим год это как приобрести как кота мешки у тебя честно говоря человек такой что слушай советы я вот пять лет его советами а вот через пять лет нарушит вот что получилось то получилось понимаете я же говорю вот как бы что-то не говорили да вот с местными людьми дружить это намного для вас будет и безопаснее и спокойно главное чтобы если вы мужик если мужчина бросьте из вашей головы вот например женский вопрос хорошим не приведет это я сразу говорю женский вопрос бросьте это из головы даже голые раздеты будут лежать не надо это мы я же говорю это дело я серьезно говорю мужики хорошим не приведет если вы женщина то же самое только мужской стороны хотите спокойно дожить не надо любовь морков это все это не надо вот мне понравилось вы понимаете вот когда я пошел получат ну когда на собеседование пошел по браку было где-то 50-60 человек до женщин наших девушек да я тогда спросил я гурачу деле таком много это самое да это гачу из-за пандемии год три раза меньше а так вот приходят 150 200 человек когда учета и что самое удивительное было все таки симпатичные женщины наши и там были и казахский киргизский русский друг в общем весь снг но мужа конечно местные все таких машинах шикарных все все ну а потопу было всего четыре человека одна азербайджанская семья была еще тоже одна семья была вот еще это самая девушка была и еще одна девушка русская девушка была она тоже самое вот потопу другого города но анталийского региона и вот так уж получилось что я с ней поболтал пока стоим под это типа виноградника там перед нуфусом старый нуфус я говорю сколько лет живет она тоже уже шесть лет я говорю я говорю самое я говорю замужная она вышла здесь не не надо даром не надо это я к мне от приключения зачем не я вот сейчас готова получаю я гордаш низкие мы здесь не не надо без приключения я обалдел она сказала мне как приключения не надо я говорит независимая сама гачат получу уже сама буду год диктовать мне гор таким методом гор не надо вот и вот она тоже прошла комиссию вот эта семья по моему учета у них к ним вопросы были но на сегодня было 4 человека и 50 60 по семейным было и вот я что хочу сказать почему так мало потому что извините мало кто доживает ну как вам сказать у кого у каждого какие-то проблемы где-то что-то как-то это уже отсеивается уже до подхода это как а собеседование же последний этап почему по браку много было я спросил там это мужика он он говорит так это год они гад считает г что за три года тем более муж еще и поводыр бесплатный муж и переводчик и три года я говорю у них три года у некоторых гад по 10 по 15 лет гад живут уже это год несколько уже год это за три года гад сразу не дают его сколько надо чтобы я по браку по браку то же самое год выходит почти пять-шесть лет выигрывает горте тогда он мне секрет открыл вот например говорит она казашка например да или она русская у себя странах живут и там познакомились с турецкими гражданами до парнями там уже женится говорит вот и там подают говорит посольство консульство документы на гражданство вот они три года там год получает без всяких этих а которые здесь год получает у них также полицейские проверки приходят спрашивают у соседей у семи как она там как чё к чему а бывает даже у меня я вам рассказывал про одну москвичку хорошая такая женщина вот она в охотле живет вот уже по моему двое детей у нее там и машина все и квартира накупила все вот она более 15 лет живет а гражданства нет я у нее спросили почему вам это ой приходили год спрашивают коми это полиция говорит мои герц и кроли свекров или как вот это там это на меня горит такой наговорили все говорит я говорю надо было ягод них отойти другом месте пожить а я уже как желание потеряла я больше не собирается документ собирать я ее могу понять потому что сбор этих документов ну ладно там медкомиссия там все остальное это это конечно ерунда но вот само ожидание когда же полиция придет что скажет соседи могут сказать все что угодно понимаете могут сказать все что угодно я же говорю я вот для меня был шок когда хорошо что я еще дома был а так они бы не сказали бы ничего он бы ушел бы и там рапорты бы указал бы что его здесь не знает все отклонили бы мои документы прощаю гражданство потом мне пришлось бы заново бы собирать документы заново подать все заново и так уж получилось то я дома кстати я знал что ты че они не говорят когда они приедут они не сообщают что мы приедем ждите могут течение месяца может чем двух месяцев могут течение трех месяцев вот два раза вот и вот дверь звонок я открыл и он стоит короче гражданки такой вы такой-то такой-то я горда вы здесь живете я горда а он что-то отмечает там и тут хотел он наверх подняться у соседей оказывается и в этой рыбе бабули сверху спускайте деда бабка который богобоязненная которая ездила в хадж вот все такое вроде бы она должна быть такая это что извините вот она он не спрашивает а вы его знаете она хотя его первые вижу тот раз вот так серьезно да хотя его не знаю я вот так у меня даже не знал я что сказать до этого вечером еще мы сидели там чай педа еще вот это виноградники все я посадил они мои подписчики того канала знает я понял но я вы знаете я привык вот не знаю почему воспитание наверное отца привык принимать удары спокойно я не стал там кипишовать не стал там кричать я просто молча он горд но извините горд если вас здесь не знает придется мне рапорты год указать я бы хорошо я говорю но все-таки у нас патрукменский я говорю принято его провожать раз уж вы пришли пойдемте от провожу он готове надо я сам пойду огонь не давайте дверь закрыл и прямо домашней одежде и иду короче он еще восхищается это виноградник ему город красиво а я молчу он вот красиво виноградник и год так сделали год уазис такой я ни у кого здесь год не видел такой столько горд виноградников деревьев ни у кого я года да и выходим на улицу а он на мотоцикле и хочет завести мотоцикл папку положил вот это все это до свидания и а я смотрю на соседнем доме где жили вот корду дом построили пятиэтажный они там барбекю делает прямо во дворе и все там соседи того дома собрались я порывы таком да я с коллега соседи вы то меня вот знаете а него саламу алейкум конечно и это сразу папку на багажь на сиденье положил вот это мотоцикл он вот так раз посмотрел на из на сторону и на меня пока вы его чё знаете конечно мы его знаем а кто-нибудь из вас год может гордить его горд поехать подтвердить завтракать полицейский участок с кем ликом гордит а мы все поедем нет одного год достаточно он вот так головой помахал вот так вот странно девять часов мы вас ждем и уехал но утром короче соседи жребий кинули кто пойдет все хотят пойти я им рассказал когда бабка так сказал они за голову схватились мы же год сказали каком-то домыгать живешь с какими людьми это живешь него ну вот так вот и они избрали самого главного бизнесмена и он короче уже 8 утра около моего порога был мы уже приехали туда в этот отдел полиции я даже не знал где находится мы приехали туда короче он знает этот сосед оказывается поднялись на второй этаж уже мы девять вошли а он этот сидел тоже и там кабинет большие там три-четыре человека сидят отдел такой полиции вот и он короче о комлеке он говорит посмотрел и это год вы его честно конечно говорят вы наверно там год видели какой виноградник какой вот это деревья все он горячо он вот так вот он год посадил говорит за эти годы год он все это год и виноградники он на меня так мы год когда проходили вот это год все выпал посадили гонуда он вот так сделал руку вот так ягод такого говорит подлости не слышал и он не сказал когда вы говорит получите гражданство бегите из этого дома бегите даром даже не надо там жить к таким за они год могут любой момент вас гад под фанфар подвести я говорю я сам не ожидал а я гад дождал он вот так я говорю почему потому что я сталкивался с таким очень много таких бывает но такого говорит что вот такое сделал говорит это человек а это сосед говорит так это виноградники это деревья это стал играть там это все говорит это его рук дело он говорит только получите гражданство все уходить оттуда вот такое тоже бывает понимаете и потом знаете я что хочу сказать главное да вот вы должны знать надо ли вам она это надо ли вам это вот это гражданство для какой цели если где вы же живет откуда вы приехали там есть у вас есть работа ну вот какой-то заработок то и родные люди самое главное то я думаю мне кажется что шила на мыло не меняют если конечно у вас там нет никаких перспектив и работы нет и беготня за работой короче да я свое время когда-то над своим отцом смеялся говорят же смеется тот который смеется последним вот когда-то мой отец говорил придут времена когда говорит будете бегать искать работу я тогда года отвечать я сейчас везде работа куда это сам везде работники требуется все подожди мир может любой момент к отменяться сегодня ты сытый горит завтра голодный мир горит такой вот если конечно у вас там с работой плохо или какой-то еще и еще я что хочу сказать самое главное у вас документы должны быть идеально щи и не в том плане что это у вас должно быть и происхождение этих документов и откуда вы приехали судимости мудимости всякий там это не должно быть потому что проверять все проверять все потому что вы становитесь гражданинами этой страны и вы уже считаете новый человек рождение нового человека про вашего отца про вашу мат кто мат кто отец где родились где выросли все это должно быть официально документально подтверждено документально вот что я хочу сказать поэтому я просто так я такой-то например да иванов иван иванович я родился например чебоксарах или нет это все у вас должно быть подтверждено я же говорю кто ваша мат кто ваш отец когда родились предоставили целиrisка Mov которую я говорю еще раз должно быть нотариально переведено заверена потом консульство вот российской я говорю потом консульство консульство вас должно будет тоже у вас это сверяет, проверяет, потом там тоже нотариально заверяет, а после этого это еще апостель делаете местной администрации. Если у вас есть дипломы об образовании, это все я тоже вложил, и нотариально это день кликом все вместе, место прописки, доход, счета банковские, поручители, в общем все должно быть идеально. В медицинском у вас не должно быть заразных болезней, заразных болезней у вас не должно быть, главное вот это основное на это смотрит. Вот такие дела ребята, так что конечно это очень долгая жизнь, 7 лет и 3 месяца, сколько бы я мог бы сделать делов, сколько бы я мог бы, но однако все равно мои года, мое богатство в Ахтанке-Кабице боют. Я вот смотрю назад, оглянувшись назад, да, уехал вот, из Томска уехал, да, вот основного, потом прожил немного, в Томске основное я прожил более 20 лет, потом Подмосковье, потом Сочи, вот, я что хочу сказать, те, которые мои друзья остались там, да, улучшилось ли у них что-то в лучшую сторону за эти годы, пока я здесь мучился, да нет, нет, как было, так есть, просто побольше кредитов набрали, вот, как жили, кто жил такой квартир, которые, кто жил в общежитиях, так и живут в общежитии, вот, кто, у кого была машина, даже и этого нету, вот, или у кого была, она и та же самая старая машина, вот, так же в поисках работы, там, тут, там, тут, случайные заработки, вот, так что ничего в лучшую сторону, чтобы вот так сказать, вот я уехал, а за это время они стали богачи там, новые дома построили, квартиры купили, что-то еще, чтобы сравнить, да, нет, нет, такого нет, такого нет, поэтому, возможно, вот это семь лет я бы прожил бы там, может быть, меня бы уже и живых бы не было бы, потому что с этой беготней поиском работы постоянно, то там, то тут, то там, по этому резюме посылали, я же вам рассказывал, больше тысячи резюме посылали, везде вот такая вот, вот такого вот, вот столько-то это, вот столько, недавно я посмотрел по российскому телевидению, на Бьюлина выступала, на каком-то это, она сказала правду, она сказала, что недостаток кадров, недостаток кадров, людей уже нету, понимаете, конечно, надо поставить свою экономику, работать, вот это все, все, вот это года чем тратит, где-нибудь бы работать, что-нибудь там создавать, ну, видите, руки-ноги завязывают, руки-ноги завязывают людей, вот, многое зависит от того, какое условие людям ставится, чтобы люди работали, создали, чтобы никто никуда не уезжал, вот, мне кажется, мне кажется, даже при выезде за границу, должны просто у людей спросить, почему человек выезжает за границу, что ему тут не хватило, вот, и помочь решить эти вопросы, сейчас никто никому не нужен, я не хочу, езжай нафиг, без тебя нам хорошо, и такой политикой не должно быть, мне кажется, понимаете, человек это самое главное богатство, я вот так считаю, любой страны, тем более работящий человек, вот, это самое главное богатство, и им разбрасываться, не важно, это Россия или другие республики, это Казахстан, Узбекистан, не должны раскидываться своими вот этими, а у нас, ходи, нет человека, нет проблем, есть человек, кстати, найдется, вот, такое не должно быть, почему выезжаете, почему детей вывозите, маленькими грудничками выезжают люди, детьми, куда выезжают, зачем выезжают, это все это, всегда, раньше, я же говорю вам, даже, каждый зэк, который освобождался из тюрьмы, и тот, под контролем был, ему работу, общежитие, сейчас никто никому ничего не нужен, никто, выезжаешь, уезжаешь нафиг, вот куда, хоть в Конго, хоть в этот, хоть в Африку, хоть куда хочешь, вот, Набиумина сказала, говорит, недостаточно кадров, кадров уже нет, она правильно сказала, как бы ее не ругали, там, ну, пришлось сказать, наверное, она, она сказала, кадров нет, не хватает же кадров, какие могут быть кадры, если все молодежи уезжают, нельзя это, надо спросить, зачем уезжаешь, работы нет, надо, вот, местная администрация, почему работы не нашли этому человеку, каждый, мне кажется, каждый губернатор, мэр, должен отвечать за своих людей, почему этого человека нет работы, а сейчас кто спрашивает, да никому никто не нужен, нафиг, красивые слова говорим, красиво рисуем, вот, это везде так, это по всей СНГ так же, понимаете, по всему СНГ, это не только Россия, это по всему СНГ так же, я же говорю, я в Стамбуле обалдел, когда увидел столько наших, моих земляков, это вообще нечто, я говорю, кто-нибудь там остался, вот, они мне рассказывали, говорят, некоторые говорят, это самое, аула, говорят, вообще, говорят, только женщины, говорят, дети, старики, все, остальные все в Стамбуле, в Турции на заработках, понимаете, вот, но, я еще раз хочу сказать, что, я и то все равно Всевышнему благодарен, то, что хоть за семь лет я получил, есть люди, которые всю жизнь живут и не могут получить, понимаете, всю жизнь живут и не могут получить, есть и такие, я очень много видел таких, вон, в Стамбуле я видел человека, который 16 лет там живет, у него даже паспорт уже все просрочено, все просрочено, но сейчас, говорят, с такими уже начали разбираться, ловить их депортационные, это все, вот, а таких тоже много, таких тоже много, у меня вот земляк, вот этот, который, геморроем я ему, который помог лечить, он вообще в Москве жил 16 лет, нелегально, 16 лет, что ли, потом домой поехал, потом после этого, там тоже где-то год-полтора прожил, потом Стамбул, сейчас здесь, в Стамбуле, где-то, наверное, уже 6-7 лет живет он, также на птичьих правах, и того, получается, 25 лет почти он живет на птичьих правах, из 50 лет, половина своей жизни, короче, на чужбине, половина своей жизни на чужбине, и то без прав, без ничего, хорошо, когда ты уже хоть приезжаешь в страну, хоть обретаешь какой-то статус, понимаете, ты уже гражданин, вот как-то где-то что-то это самое, ну, это не значит, что перед тобой все дороги открыты, все, нет, опять придется самому все делать, документы, дела, все это, у меня вот некоторые спрашивают, а что так вот долго, здесь вот так вот, здесь вот так вот, так что придется вам пройти через этот путь, тернистый, говорят же, путь, вот, и желаю вам, чтобы прошли это хорошо, достойно, без всяких приключений, самое главное, берегите себя, постарайтесь в злачных местах, не бывает, вот, я еще раз хочу повторить, что у леса тысяча приемов, но лучше самый прием, это нигде в глаза не попадаться, как у нас говорят же, подальше от глаз начальства, вот, никому внутренне своей, это не раскрывайте, вот, с подозрительными людьми, не общайтесь, вот, сейчас могут выйти от себя, прийти за ангела, а может оказаться дьявол, в человеческом обличии, это запросто, он представится как ангел, вот, а на самом деле будет дьявол в человеческом обличии, вот это самое страшное, и испортит вашу карму, всех вам благ, хорошего вечера, пока, 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 Продолжение следует...